Значит, с нами игрок в Динамо Краснодар, мы не знаем, кто это. Ну вот, ваш комментарий после матча. Иди в баню. Наконец-то дождались. 14 апреля стартует пора решающих матчей. Плей-офф женской суперлиги. В 19 часов по московскому времени казанская Динамо Акбарс в статусе победителя регулярного чемпионата примет на своей площадке Динамо Краснодар. А мы будем очень ждать вас на трибунах Центра Волейбола. В нынешнем сезоне в женской суперлиге, в отличие от мужской, состоится полноценный плей-офф. В четвертьфинале нас ждет Динамовское дерби Казани и Краснодара в серии до двух побед. 14 апреля первый матч в Казани, а 18-го на юге страны. Третий при необходимости также состоится в Казани. Подготовку к этой серии команда Решата Гелезудинова начала заранее, так как соперник был известен задолго. Правда, после победы над улицей и первым матчем плей-офф прошло всего лишь пять дней. Но настроение в команде хорошее. Предматчевая тренировка началась с поздравлений Ангелины Лазаренко, которая 13 апреля отпраздновала свой день рождения. Вместе с игроками, тренерами и болельщиками мы присоединяемся к поздравлениям. И желаем Ангелине, конечно же, крепкого здоровья, новых свершений и как можно больше побед в форме «Динамо Акбарс». Отличное настроение. Поздравили в основном, у меня друзья, как бы не сказали. Очень много доставки цветов сегодня, милых подарков. Супер, настрой бодрый. Тренировки регулярные, готовимся. Я считаю, вполне команда и до этого сыграна была. И как бы, считаю, сейчас просто... Единственное, приехали, вот сейчас приехала Лиза новенькая. И вполне время сыграться. Я думаю, успеем все прекрасно, подготовимся. Будем в полном бою готовы. Важным элементом во время подготовки к плей-офф была, конечно же, физическая форма. Плюс для тренерского штаба появилась еще одна задача. Интегрировать в игру команды двух новичков. Доигровщицу Татьяну Костину и диагональную Елизавету Лукьяненко. Которая, к слову, в последнем матче с Тулецей набрала аж 22 очка. Ну, матч с Тулецей ничего не решала, ни им, ни нам. Мы даже играли новыми девочками. Вот Лиза Лукьянова. Костина, она как бы... Кому-то и была в команде, на самом деле. Она пришла, я говорю, как будто ты здесь и сидела. А Лиза, мне кажется, еще немного скромная. Еще вливается в коллектив. Но я думаю, она такая хорошая, добрая. Интриги предстоящей серии добавляет целая группа волейболисток, поигравших за обе команды. Только в этом межсезонье в Казани с Краснодара перебрались Лазаренко, Спирскайте и Лазарева. А в начале сезона к ним еще и добавилась Вера Ветрова. В составе команды из Краснодара есть две воспитанницы нашего клуба. Светлана Масалева и Анна Котикова. А также поигравшие в Казани Юлия Подскальная и Марина Бабешина. Я уже знаю, как примерно девочки пасуют, и поэтому мне полегче. То есть и сразу разговариваем, говорим друг другу, что как подстроиться нужно друг к подружку. Поэтому с этим проблем у меня нет. С Лизой не знаю как. Мне кажется, ей немножко нужно побольше времени будет. В этом чемпионате команды встречались друг с другом два раза. И обе встречи завершились победами казанского клуба. 3-1 и 3-0. Причем последняя была одержана дома ровно месяц назад. Вообще команды трижды играли в матчах на вылет друг против друга. В 2014 году в полуфинале. А в 2019 в четвертьфинале. Но обе серии завершились со счетом 3-0 в пользу команды Ришат и Гелезудинова. А вот в 2016 году в матче за бронзу московского финала 4-х Краснодар был сильнее со счетом 3-2. Если брать, я вот играла за Енисей, когда последняя игра с Краснодаром прошла очень быстро. Хоть мы играли пять сетов, то есть игра была очень быстрая и с той, и с другой стороны. И поэтому нужны вот эти резкие действия, сразу думать, очень быстро, много думать и принимать быстрое решение. В прошлом сезоне команда с Юга России завершила регулярку на четвертом месте и радовала болельщиков своей игрой. Но в единственном раунде плей-офф неожиданно уступила Протону, не попав в Казанский финал шести. После чего команду покинули многие лидеры. А по ходу сезона и главный тренер Константин Ушаков, который сменил динамовский коллектив из Краснодара, на клуб из Москвы. Вместо него команду возглавил Павел Забуслаев. И пусть южанки не блистали в матчах с командами выше себя, выиграв всего лишь две игры из четырнадцати, но уверенно обыгрывали аутсайдеров и спокойно прошли в плей-офф, пусть и с восьмого места. Ну, команда очень боевая, и есть девчонки, которые, да и вся команда очень легко заводимая, поэтому никогда нельзя расслабляться, давать какого-либо повода выигрывать, и нужно брать все в свои руки и быть лидером в игре. Состав краснодарской команды – сплав опыта и молодости. Лучшим бомбардиром является диагональная Богумила Бярда. В доигровке есть Суховерхова и Котикова. Пара центральных, подскальная Перепелкина и вовсе входят в топ-10 лиги по количеству блоков. Выйти на позиции связующего могут Бабешина, Мишагина и Богачева, а на позиции Либера выступают Масалева и Третьякова. Четвертьфинал чемпионата России. Первый матч серии «Динамо Акбарс» – «Динамо Краснодар» состоится 14 апреля в 19 часов по московскому времени. Волейболистки будут очень рады видеть вас на трибунах. А у кого такой возможности, к сожалению, нет, то обязательно включайте прямую трансляцию на интернет-портале tvstart.ru Продолжение следует...